Микс Ньюс Как раз вот на этой неделе, может быть, такое совпадение, были результаты исследования общественного мнения по заказу Министерства обороны. И все-таки большинство населения, независимо от национальности, считает себя патриотами Латвии. Конечно, каждый, может быть, вкладывает в это понятие что-то свое, но все-таки большинство считает себя патриотами. Там латышскоговорящие, скажем так, 83%, русскоязычные чуточку меньше, но, тем не менее, большинство населения вот так относится по-доброму к Латвии, считая, действительно, ее своей родиной. Все-таки на вас взгляд, почему вот за эти годы, на вас взгляд, все-таки не удалось, ну, не знаю, мы сейчас не говорим о каком-то 100% патриотизме, а все-таки вот каким-то образом сплотить общество под каким-то, не знаю, какими-то общими идеями, не знаю, общечеловеческими, вселатвийскими, называйте, как хотите, потому что мы понимаем, что все строим ходить не будут, я не об этом, да, а о том, чтобы действительно общество как-то было едино по каким-то, не знаю, базовым вещам. Вот на вас взгляд, почему? Ведь, наверное, в 91-м году были другие настроения и другие ожидания. Ну, согласен с тем, что один из вопросов, который задается всегда и на который, в общем-то, наверное, никто ответ найти не может, это почему тогда было так и что же сделано неправильно или что же надо сделать, чтобы сейчас вернуть, может быть, те настроения, которые были, ну, может быть, уточним, начиная с 88-го, 89-го года и до какого-нибудь вот 92-го года прошлого века. Не думаю, что, как говорят преференцисты, знать бы прикуп, жить бы в Сочи, да, не думаю, что кто-либо может на этот вопрос ответить, потому что ответ понятный, приемлемый для многих на этот вопрос просто бы решил огромное количество проблем в нашей стране, и, наверное, это было бы то, что принято называть словом панацея. Но, на мой взгляд, ведь огромная разница в состоянии общества тогда, в состоянии общества сейчас, а стратифицирование, извините за такое слово в субботний вечер, или деление на группы и интересы этих групп тогда и сейчас, и, наверное, вот мне кажется, что на этот вопрос, наверное, надо искать ответ, но искать его таким, ну, скажем, способом, что тогда было, чего нет сейчас, это не совсем, наверное, правильно. Если говорить в разрезе патриотизма, было ли тогда больше патриотизма, или сейчас его больше, или тогда было меньше, сейчас больше, в каких группах, опять-таки, и так далее, наверное, вот так было бы точнее, как вы вопрос поставили, да, то есть что же случилось, не будем пугаться слова патриотизм, потому что, в общем-то, слово в меру заезженное, не всем, в общем-то, приемлемое, а не для всех приемлемое. Наверное, слово патриотизм очень часто идет бок о бок со словом национализм, и поэтому патриотизм часто воспринимается как отношение к какой-то национальной идее, которая не всегда является государственной идеей. Я еще раз хочу сказать, что я не уверен, что для пятничного вечера это те тексты, которые мы должны с вами обсуждать, но, на мой взгляд, есть такое понятие, как государственный национализм, когда человек любого этнического происхождения говорит, я вообще латвийский, если угодно, националист, то есть я... Латвийский? Да, латвийский, ну, можно сказать, латышский, потому что это еще один из сложных... Но не в этническом смысле, да? Обеих. Вот мы можем признаться, что мы давно знакомы, и что мы натры, да, наверное, это будет честно. Вот я вспоминаю старый анекдот о психиатрической слимнице, больнице, где, прошу прощения, больные сидят вместе, и одни из них говорят, вот, номер 28, все очень сильно смеются, другая говорит, 16, номер 16, и все говорят, у-у-у, это старый анекдот. То есть им все анекдоты известны, и достаточно назвать просто номер анекдота. Наверное, ты так долго в журналистике, что прекрасно знаешь аргументы и ответы на все вопросы с любой стороны, и, в конце концов, можно самому собой обо всем этом разговаривать, но потом мы точно... Нет, тогда точно в больнице, да. Пойдем туда, да. Поэтому... Да, извини. Да ничего, вот возвращаясь все-таки к 91-му году, ощущениям и настроениям, все-таки тогда, вот, начиная, может быть, с 88-го года, все-таки те, кто хотели что-то поменять, ну, фактически, не знаю, выйти из состава Союза, или, не знаю, разрушиться, у каждого были свои, кто-то думал, что будет какая-то другая форма правления, это в основном, на твой взгляд, вот, говоря о людях твоего поколения и моего тоже, наверное, все-таки это было стремление просто уйти от старого, или, не знаю, это действительно была мысль о каком-то независимом государстве? Ну, я думаю, что это очень точно сказано, потому что, ведь, скажем, если мы все-таки за точкой отсчета берем 88-й год, можно даже по-другому на этот вопрос ответить, просто, ну, если не лень, в интернете можно найти программы Народного фронта от съезда к съезду. Скажем так, вот, первые программы Народного фронта... Там ничего о независимости еще не говорилось. Конечно, да, и до, так сказать, уже работы Верховного Совета, ну, парламента этой страны, тогдашнего, который принимал решения о том, какими же будут следующие выборы, да, то есть, по сути говоря, кто составляет, так называемый, корпус граждан, да, то мы увидим довольно сильную эволюцию. То же самое можно сказать и о экономических идеях, да, то есть, то же самое можно сказать, если позволено будет, о социальных идеях, то есть, каким должно быть это государство, которое декларируется как социальное. То есть, эта эволюция довольно сложная, и поэтому, ну, так, те, кто помнит эти времена, наверное, очень хорошо понимают, о чем мы говорим. Конечно. Те, кто эти времена не помнит, скорее всего, просто не понимают, чего это. Хорошо, а все-таки, на твой взгляд, почему Латвии не удалось стать социальным государством? Где-то что-то пошло не так, ну, если так откровенно, мы же знаем и цифры, да и сами жители Латвии на своих командах понимают, что, ну, социально ориентированное государство, ну, по крайней мере, нам, мне кажется, пока не удалось это сделать. Субъективно, есть очень много причин для людей по своему собственному опыту считать, что Латвия не социальное государство. Если мы говорим о, ну, то, что принято называть рамками, да, то есть, нормативными актами, то Латвия, безусловно, социальное государство, тут нет никаких сомнений. Но я думаю, что те, кто сейчас нас слышит, говорят, ну, да, а средняя, минимальная зарплата, там, условно говоря, в Эстонии и в Литве больше настолько-то, да. А детское пособие в Эстонии вообще просто, ну, космический отрыв. Я говорю, как отец троих детей, если нужно, да. По способию вы знаете все, да, я понял. Конечно, потому что у нас вообще, вот, ну, если мы опять-таки пытаемся говорить о социальном государстве на уровне доктрин, да, то мы, конечно, социальное государство. Но вот есть такая инициатива, карта 3+, да, которая существует давно, и которая родителям и детям из семей, в которых больше трех детей, предлагает различные скидки. Причем эти скидки не установлены нормативными актами, это не государство предлагает скидки, а различные, те, кто оказывает услуги или что-то продают, они принимают решение, вот, на 15% будет дешевле, да. Так вот, если каждый день ездить из Юрмала, из Булдури на электричке, то с помощью этой карты сэкономится больше, чем государство, в два почти раза, если я сейчас не ошибаюсь, чем государство предлагает в качестве пособия на одного ребенка. Вот такие цифры получают. Вот, да, то есть, вот, с одной стороны, мы же социальное государство, Латвия, ну, Латвийская железная дорога, она же предлагает эти скидки. Да, это же государственные предприятия. Это государственные предприятия, а с другой стороны... То есть, косвенно, не надо смотреть только на размер пособия, да? Очень трудно, абсолютно, абсолютно, да. Я знаю, что многие муниципалитеты, даже тем, у кого трое детей, там, бесплатные какие-то кружки, там, и так далее, и так далее, то есть, нужно смотреть, наверное, весь набор, да? Ну, да, конечно, я так и думаю. Но если ответить на... пытаться продолжить тему предыдущего вопроса, а почему же вот очень активные тогда люди, да, то есть, ну, собирались митинги по 300, там, по 500 тысяч людей, да? То есть, это же вообще представить сегодня невозможно, да, такой митинг на набережной, да, так сказать, Далгово. Сейчас, да, сейчас собирается две тысячи, помните, медиков, и сказали, это массовый митинг, ну, что такое две тысячи, да? Ну, для нас теперь это массовый митинг, да? Конечно, конечно. Причем, если уж мы так на это смотрим, да, то, ну, возвращаясь в 88-89-90-91 годы, это ведь не просто ситуация, скажем, вот здесь у нас, в Риге, да, это ведь общая ситуация Восточной Европы, и, наверное... Но действительно была революция? Да, да, да. Просто не обязательно революция, как многие думают, что надо все громить и уничтожать, да? Абсолютно, да. А, ну, я не знаю, ну, вот мы о митингах заговорили, мне почему-то в голову пришло сравнение. Forbes, журнал на русском языке, он тоже выходит? В России, и мне там попалась публикация, в которой оценивались самые большие массовые манифестации со времен, так называемой, перестройки, и полумиллионным митингом, самым большим, считается митинг 20 января, как раз в связи с нашими событиями, он совпал, потому что он, собственно, был по поводу Литвы, он совпал с 20-м числом. В Москве? Да, в Москве, конечно, полмиллиона те же, да, и считай, что до сих пор эти рекорды, ну, там есть разные подсчеты, конечно. Ну, в принципе, скорее всего, они побиты. Ну, один из самых больших, может быть, так будет корректно сказать, да? И вопрос, почему же сегодня это не происходит, да, извини, перебираю. Вопрос, почему же сегодня не происходит, а потому что тогда полмиллиона могли быть объединены какой-то идеей, сегодня медики две тысячи собрали, да, то есть, ну, массовая профессия, думаю, учителя могут столько собрать. А одновременно они никогда вместе не придут. Вот, конечно. А если, скажем, журналисты попытаются организовать митинг по поводу какой-то, ну, своей профессиональной... Ну, человек 30, наверное, придет. Ну, вот, максимум. Я тоже приду, если надо позоверить. Хорошо. Вот это очень интересно, ты про журналистов тоже вспомнил. Не было все-таки, ведь это такие события, которые мы стали свидетелями, а ты был в гуще их, да, 88-89-90-90-91. Первый, а как тебе удалось, ну, скажем так, не заразиться политикой? Ну, в том плане, что ты остался в профессии, да, хорошо, как преподаватель, но журналистики многие же тогда, и в том числе из нашего цеха, да, четвертой власти, ринулись как раз в политику. Не было у тебя соблазна тоже вот присоединиться к какой-то партии, и вот как-то тоже заняться политикой? Ну, про соблазны – это такой сложный разговор, да, то есть соблазны существуют всегда, и, ну, говори, что мы свободны от соблазнов, но мне очень нравится наша профессия на самом деле. Я завидую, скажем, ну, вот коллегу Велта Пуриня, она до сих пор работает каждый день в эфире, то есть это фантастика. Я бы много чего променял бы вот на возможность... Наверное, уже скоро будет, я думаю, лет 50, как она в профессии, да? Ну, то есть если мы полагаем, что она в 12 лет начала работать, даже так, даже при условии, что... Ну, 40 лет, наверное, уже почти тоже, да? Абик, мы про даму говорим. Да, ну, я хорошо. Долго. Конечно, конечно, ты прав. Я просто хочу показать, что действительно такой... То есть, ну, Велта Пуриня, если мы говорим... Журналистский тяжеловесец, так можно сказать. Да, если мы говорим о, скажем, я скажу ужасную вещь, место в истории, если мы говорим о Пурине как персонажа историческом, то это как раз тот самый модератор телевизионной программы «Панорама», которая в августе, 21 августа, сообщила в прямом эфире, что вот телевидение занято вооруженными людьми. Мне только что сказали, что они идут по нашему коридору. Мы прекращаем передачу. То есть, в принципе, она в истории уже этим вошла. Конечно, да. И вот она с 91-го года, все по-прежнему как бы с перерывами, но все на экране. Поэтому вопрос о политике, ну, наверное, он так. Кому что нравится, тот, наверное, тем и занимается. Да, вот еще, может быть, возвращаясь к Верховному Совету, вот многие считают, может быть, мы, не знаю, с возрастом какими брызгами становимся, но многие считают, что вот Верховный Совет, вот это было, чтобы, неважно на какой позиции там кто-то стоял, там потом часть отделилась, там Интерфронт, Народов, то, в принципе, это была реальная элита тогдашнего латвийского общества, потому что конкуренция за попадание, несмотря на то, что депутатов было больше, чем сейчас, была бешеная. Каждый должен был пройти отбор, скажем, конкуренции в своем избирательном округе, потому что были одномандатники. И действительно, вот был очень сильный парламент. Я сейчас не говорю о том, кто на какой позиции. Это так? Безусловно, так. То есть, я даже по-другому сформулирую и вопрос, и ответ на него, что, наверное, более качественного состава, ну, скорее всего, уже и не будет никогда. Причин-то для этого много, потому что, ну, сегодня есть такое понятие «социальный лифт». Да. Ну, очень многие люди из тех, кто были выбраны в Верховный Совет, в социальном лифте не нуждались. То есть, они состоялись в своей профессии, они были знаменитостями, они были, условно говоря… Практически случайных людей ведь не было в Верховном. Нет, нет, абсолютно. Но многие, многие из депутатов, конечно, пришли из, ну, скажем так, незаметных, не публичных, незаметных профессий. Но это действительно были, я не знаю, сливки общества, это ужасно звучит, наверное, в этом случае. Но это действительно был, ну, какой-то… Ну, каждый депутат, наверное, был личностью, да? Ну, я по-другому могу тоже это сформулировать. То есть, никто из них, большинство, скажем так, никуда не пропали, все себя нашли после, так сказать, Верховного Совета где-то, в чем-то, да? Привем себя ненадолго, буквально пару минут, наверное, на рекламу, потом вернемся в студию. Еще раз добрый вечер, Александр Мирин. У нас сегодня в студии вот так вот мостик, переводя с 91-го года, с того Верховного Совета на нынешний Сейм, конечно, много изменилось, и опять-таки люди и поменялись, и, может быть, да, и политическая система. И все-таки почему так сложилось, что у нас вот в последних, по крайней мере, парламентах, не называя фамилий, очень много случайных людей, которые иногда вот есть какой-то там локомотив, вот за ним идут, потом смотришь, может быть, они какие-то талантливые люди по-своему, да? Но ты сразу понимаешь, что в политике они совершенно случайные люди, и понятно, что максимум, что они поработают, вот этот созыв 4 года, и потом даже о том, что они были депутатами, ну, никто не вспомнит. А вот почему так происходит? Что-то тут в системе хромает, время изменилось, что-то надо менять, вот как на ваш взгляд? Ну, не знаю я, не знаю. То есть этот вопрос, в общем-то, скорее не почему депутаты такие, а почему избиратель такой. Ну, все-таки вопрос, наверное, в избирателе, верно? И хотя за все эти годы избиратель очень многому научился. Казалось бы, да? Ну, в общем-то, наверное, это факт. Уже условно говоря, бананами просто так не купишь. Совсем уж примитивно нет. Совсем нет. Все примеры, причем система, избирательная система Латвии предполагает возможность внутри списка передвижения кандидатов внутри списка. То есть можно кого-то вычеркнуть, кому-то поставить плюсики. Ведь известны случаи, когда лидеры партии с первого, второго, третьего места смещались... Взнически даже не попадали, да? Конечно, конечно. Лидеры партии, да? Да, лидеры партии. Хотя, с другой стороны, скажем, известны и другие примеры, которые... То есть я хочу сказать, что это пример того, как возможность избирательной системы умным, разумным избирателем используется. А с другой стороны, вот, я даже сказал бы, наш коллега тоже, в общем-то, один из людей, который отметился в радио, так сказать, в истории радио в Латвии после перестроечном. А создав партию и сам потеряв гражданство, нашел однофамильца, поставил его на последнее место в списке на выборах в Рижскую думу. И народ старательно... Он плотник был, этот однофамильец, и народ старательно за этого плотника однофамильца проголосовал, доставив его на первое место. Фамилия была одинаковая. Да, конечно. Это было сделано с намерением, это, ну, политтехнологии, если угодно. А вот... Да, да, пожалуйста. Говоря о политтехнологии, действительно, есть такое мнение у отдельных политиков, что вот если, вот дайте мне, там, не знаю, не хочу сейчас цифры называть, ну, не знаю, миллион, и обязательно моя партия даже из совершенно неизвестной попадет. Ну, последний, наверное, все-таки созыв, мы видим, что не все решает финансы, и мы знаем целый ряд примеров, когда партия тратила фантастические по латвийским меркам средства и тоже никуда не попадала. Это очень хороший вопрос. То есть я даже сказал бы, что это вопрос не только о том, как, скажем, как организовывается и как обеспечивается победа на выборах, потому что технологии, ну, настолько теперь такие разные. Конечно. Интернет помогает, да. Это скорее вопрос о том, что есть вещи, которые существовали всегда, которые есть всегда, и, наверное, то есть мы можем довольно смело вернуться к событиям баррикадным, потому что, как известно, ну, я опять-таки не уверен, что это правильный выбор, так сказать, рассказа с моей стороны для Пятницы, но есть такой ученый Джин Шарп, который считается отцом цветных революций, который, в общем-то, создал целую теорию, то есть Occupy Wall Street, и все эти вещи, это как бы вот ноги растут оттуда. Так вот, он, в общем-то, бывал здесь в Латвии несколько раз, он изучал опыт и Балтийского пути, и баррикад здесь, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, в чем-то мы тоже вошли в мировую историю, да? А вот самое такое интересное, что нет, то есть и да, и нет. Ну, я боюсь сейчас на свой академический час сбиться, да? Да. Но если мы об этом заговорили так, каким образом добивается, каким образом можно добиться определенного настроения общества? Ну, неважно для чего, для выборов, для чего еще. Продавая что-то, в конце концов, да? Вот в этой, вот сейчас в Национальной библиотеке замечательная выставка. А это ничего, что я про выставку? Очень хорошо. Это не реклама, да? Не-не-не. Хорошо. Тем более в библиотеке, да? Да-да-да. В Национальной библиотеке сейчас выставка, посвященная, в общем-то, человеку почти на продолжении улицы, имени которого мы и находимся. Гарлибу Меркелю. Ему 250 исполняется. И вот Гарлиб Меркель, как известно, писал произведение «Латыши», в котором, в общем-то, впервые прозвучала эта идея о 700-летнем иго немецком. А после этого он был в Германию, потому что здесь ему как бы... Он писал, по-моему, на немецком языке? Он писал на немецком, конечно. Так вот, в Германии в 1805 году он предложил прусскому королю создать государственную газету, чтобы противостоять воздействию французских газет, поскольку в Германии не было... Ну, нельзя говорить про Германию, конечно, про Пруссию надо говорить. Про Пруссию, да. Конечно, со столицы в Берлине. У них не было в это время в Пруссии, в Германии вообще, в германских землях, о, как хорошо можно сказать, не было развита печать. А французская печать во времена Наполеона была очень, уже достаточно сильно развита с намерением создавать общественное мнение. И Гарлип Меркель предложил прусскому королю создать газету, которая будет противостоять этому воздействию. На немецком, да? На немецком, для Пруссии. А после этого началась Отечественная война 12-го года. И на стороне Наполеона, как известно, стражалась почти вся Европа. В том числе и Пруссия, которая в это время была уже покорена. И вот Гарлип Меркель по просьбе Филиппа Пауличи, именем которого улица называлась до того, как ее назвали, Гарлипа Меркеля улицей, в своей газете на немецком, которую он выпускал, основной темой стал считать разъяснение русским солдатам и офицерам, воевавшим, они здесь наступали, 10-й корпус, 10-я армия так называемая, разъясняя, что война за Францию для них это не то, что они должны делать. Это кончилось, между прочим, тем, что отступая из России, тогда 10-й корпус, в котором Пруссаки в основном были, заключили сепаратное перемирие с одним из русских генералов. Я не вспомню сейчас его. Дибич, его фамилия, с генералом Дибичем. Сепаратно и считается, Пауличи писал Александру, что газета Гарлипа Меркеля стоила 20 тысяч солдат. То есть вот вам Russia Today. Да, буквально. Russia Today, я бы так назвал. Да, вот это как раз вы подошли к замечательной теме. Я думаю, студенты тоже вас часто об этом спрашивают. Сейчас это очень модная тема, вот фейк-ньюс, вот эти вот… Как с ними бороться? И нужно ли с ними бороться? Потому что вот мы знаем, что есть целая концепция, там чуть ли не НАТО, говорится, ой, понимаете, вот эти фейк-ньюсы, это очень воздействует, надо этому тоже противостоять. Но с другой стороны, ну как вот в свободном мире с интернетом, где у каждого там все новости на разных сайтах прямо в телефоне, нужно ли этому противостоять или просто заниматься, не зная своим делом, правдивыми новостями и не обращать внимания на фейк-ньюс? Что вы студентам вообще говорите на сей счет? Ну, есть такой предмет, он называется медиаграмотность, медиалитерси, да, по-английски, или медиапрат, ибо по-латышски. То есть, значит, суть этого предмета в том, чтобы обучаемые могли бы оценивать политику, средства массовой информации, каждую отдельную публикацию, авторы, намерения коммуникационные и так далее. И, в принципе, ничего такого уж, скажем, сверхчеловеческого, то есть, докторскую степень для этого не надо, чтобы разбираться в этом. Я думаю, что очень много людей это абсолютно эмпирически умеют делать и так далее. Но вопрос с фейк-ньюсом, наверное, так называемый фейк-ньюсом, ньюсами, не знаю, фейк-новостями, наверное, по-русски лучше бы сказать, конечно, на мой взгляд, непростая. По одной простой причине. А вот если мы сейчас для, скажем, привлечения зрителей, слушателей начнем говорить о чем-то небывалом, ну, там, не знаю, Аким Кардашьян, это любимая тема тогда, когда надо получить какой-то клик на портале войны, не правда ли? Это же будет фейк-ньюс тоже, правда же? Мы ее создали, мы создали новость, которая, в общем-то, ну... Не заслуживает такого быть, да? Ну, она не нужна, но она интересна, и поэтому кто-то на нее кликнет. Как только медиа сталкивается с необходимостью монетизировать то, что они делают, ну, хочешь не хочешь, какие-то подвиды или варианты фейк-ньюс появляются... Жутизные, называйте как хотите. Как хочешь можно назвать это. Но это ведь делается не для того, чтобы добиться какого-то политического эффекта. То есть надо отличать одну уже новость от другой, да? Когда, конечно, и когда... То есть их... Есть несколько типологий, ну, меньше семи типов фейк-ньюс, как они сделаны, ни в одной из них нет. То есть само понятие все словом пользуются, мало кто пытается его... Ну, ученый мир пытается, конечно, да. Что касается НАТО, то, конечно, я могу сейчас ошибиться, по-моему, семь созданных центров Стратком, стратегической коммуникации, которые таким или иным образом пытаются противостоять созданию фейк-ньюсов. Но ведь, скажем, ведущая страна НАТО, ее президент Дональд Трамп, он же, в общем-то, вообще, как сказать, воюет с журналистами, объявляя время от времени новостные каналы в создании ложных или... Да, ну, я думаю, что скоро Трампа, извиняюсь, что я перебиваю, Трампа, я думаю, скоро, по крайней мере, ты, как преподаватель, будешь тоже это использовать в будущее, потому что если он там за пару часов, вот пока он где-то находился, наверное, в Давосе, 142 твита сделал, то это, мне кажется, он стал, ну, в какой-то степени первооткрывателем вот такого массового общения власти через вот социальные сети, да, вот мне кажется так. Хочешь, я расскажу страшную историю? Да. То есть она не страшная совсем, она просто показывает, что изменилось в мире. Изменилось давно, кстати. Если без фамилий, то история о том, как один из премьер-министров этой страны узнал... В Латвии? Конечно. Так. Узнал на значение о том, что президент, ну, в терминологии Конституции пригласил его сформировать вновь правительство. Да. То есть, как бы, предложил ему сформировать новое правительство после выборов парламента. Да. Он узнал об этом следующим образом. А на домашней странице президента появился пресс-релиз о том, что президент предлагает ему вновь создать правительство. Так. После этого пресс-секретарь, увидев это сообщение, потому что, в общем-то, сегодня есть разные инструменты интернетные, как отслеживать и мониторить все это дело. Он пришел, подошел во время заседания к премьеру и показал ему, что вот уже такая вот предложение. Пресс-секретарь уже появился. То есть, официально никаких ни писем, ни телефонных разгаров ничего не произошло. Более того, в ходе... Он просто из интернета сам узнал, да? Да. С помощью пресс-секретарь. Это еще не вся история. Да, но... Как известно, у нас кабинет работает в э-режиме, если так можно сказать, да? То есть, в интернет-режиме. И некоторые министры за столом тоже увидели, что это уже свершилось. И они стали в Твиттере поздравлять своего премьера, который во второе премьерство призван, да? Узнав это из домашней страницы президента. Я не знаю, я, наверное, путанно рассказал историю, но это просто история о том, что многие процессы сегодня происходят не с помощью курьеров, как они, наверное, в 1812 году происходили, а они происходят реально в Твиттере, в Фейсбуке. Мы даже не должны заглядывать так далеко. Даже, я думаю, в 90-м году, в 91-м нужно было прилагать совершенно другие усилия, чтобы, не знаю, какое-то решение парламента или какое-то заявление, не знаю, Горбунова, тогда председателя Верховного Совета, стало, не знаю, новостью и дошло. Не было тогда интернета, не было тогда смартфонов. Я думаю, у большинства не было и мобильников. Вот как тогда происходила коммуникация? Есть существенная разница? Или инструменты все те же, только технологии были другие? Я думаю, что инструменты те же. И я даже позволю себе сказать, ну, в режиме небо было голубее и так далее. Наверное, старые технологии с печатными машинками требовали, ну, большей вдумчивости, если так можно выразиться. А технически, конечно, все, если мы говорим о том, как высылались пресс-релизы Верховного Совета, то это была головная боль одного молодого человека, Илмар Спиленекс, который вообще часами проводил, похаживая вокруг факса, я не знаю, это слово теперь знакомо или все думают, что у нас тут забор, я что-то с забора прочел. То есть аппарат, с помощью которого печатные тексты могли по телефонным проводам попасть на другой такой же аппарат и распечатать текст. Да, для этого должен быть факс в оба конца. В одной стороны, в оба конца. Да, вот факс в оба конца. Нас, наверное, сейчас уже придут арестовывать за этот факс в оба конца. Да. Ну, да. А если мы, опять-таки, говорим, вот мы про Гарлибо Меркеля поговорили, мы поговорили о том, что какое-то особое настроение было вот в эти там 3-4 года, да, то есть какое-то особое настроение общества, которое было очень восприимчиво ко всяким идеям. Сегодня общество очень критично к любым идеям, да, то я вот, я не знаю, опять-таки, хорошо ли, но вот у Александра Блока есть поэма «Возмездие». Он её начал писать в 2010 году, оставил и потом, по-моему, в каком-то, ну, сильно после уже 1917 года написал к ней предисловие, которое начиналось словами «Не имея желания продолжать поэму, которая описывала предчувствие революции тогда, когда она свершилась», опубликовался этим предисловием. Это очень ценная и сама незаконченная поэма и предисловие в том смысле, что Блок хороший поэт, и он сумел показать вот это вот, ну, Виктор Цой, «Мы хотим перемен», да, то есть каких, кто, чего, зачем, куда они ведут, неважно, «Мы хотим перемен». И одна из линий этой незаконченной поэмы – это линия, вообще-то, польского восстания, последнего польского восстания, который в Латгалии тоже, в общем-то, Двинск почти захватили повстанцы, да. И вот, что интересно, что Блок об этом говорит с точки зрения, по сути говоря, той же стратегической коммуникации. Там есть совершенно загадочная строчка, которую невозможно понять, не зная этой историей. Я тоже не знал этой историей, должен сказать. Лишь рельс в Европу в мокрой мгле поблескивает честной сталью. Вот почему честная сталь? Совершенно непонятная вещь. А оказалось, повстанцы на тех железных путях, железнодорожных путях, которые вели из Варшавы, ну, куда-нибудь в европейскую столицу, вели рельсовую войну. То есть рельс заменялся деревянным. Поезда тогда ходили медленно, то есть не было крушения с человеческими жертвами, но было крушение. А в поезде, который идет из Варшавы дальше в Европу, обязательно будут иностранцы, жители других стран. И информация о том, что вот тут у нас такое распространялось, в общем-то, в меру интенсивно и так далее. А вот это выражение, революция пожирает своих детей, такое очень популярное выражение, оно в Латвии сработало. Многие считают, что да, что те, кто был там, не знаю, очень активен вот в этих процессах атмады, песенной революции, событий 90-го года, 91-го, ну, практически потом пришли, не хочется так все примитизировать, но потом пришли ушлые прихватизаторы, да, и быстренько сказали, ну, вы, конечно, там молодцы, может быть, мы вам даже какое-то пособие дополнительное, до свидания, до свидания, вы уже свое сделали, там все это красивые лозунги, атмада, там независимое, все остальное, но теперь мы пришли, теперь мы будем там приватизировать, обогащаться, там первичное накопление капитала. Произошло это в Латвии, вот на ваш взгляд? Ну, я думаю, это происходит всегда. То есть в Латвии тут не исключение? Абсолютно, да. То есть я думаю, что, ну, можно жестче сказать, есть такое более, скажем, строгая формулировка революцию, я могу сейчас не вспомнить, не буду вторую часть, все, кто знает, те по первой части сообразят, революции делают идеалисты, а дальше как-то разные плохие слова но тут, в общем-то, рассказ-то тоже о разном, то есть, скажем, кто-то из тех, кто зачинал все эти перемены, не пожелал дальше продолжать работу в политике, да, кто-то из них занялся бизнесом, кто-то занялся частной жизнью, кто-то вернулся в ту профессию, где он был раньше. Да, они вроде не себе, может, и не хотели быть публичными. Да, абсолютно верно, абсолютно верно, то есть был призван человек вот на какое-то дело, да, то есть в русском языке слово подвиг не означает геройство, а означает вот подвижничество, да, то есть был призван сделать что-то, сделал, ну, вымыл руки и пошел, в общем-то, дальше, да. Свою профессию. Конечно, кто-то в бизнес пошел, открылись новые возможности, но то, что, конечно, идеализма, я не зря эту формулировку, идеализма стало меньше, ну, с этой точки зрения, конечно. А это хорошо или плохо? Ну, я не знаю, наверное, идеализм всегда хорошо, потому что без идеализма вообще не бывает перемен, и если мы где-то через запятую за идеализмом еще слово «гуманизм», то есть то, что было раньше замечательной фразой «все для блага человека» и так далее, да, но если слово «гуманизм» воспринимать серьезно, то это означает, что все, что делается, делается для людей, для человека, верно, то, конечно, без идеализма плохо, и плохо, что какие-то плоды получают не те, кто, в общем-то, все это затевал. Но, с другой стороны, ведь мы ведем-то речь о разных вещах, то есть кто-то пришел в политику и трансформировал государство, но трансформировало государство, оно стало государством рыночной экономики. Но если оно стало рыночной экономики, то, значит, будет меньше социальная защищенность в каком-то смысле, от людей будет требоваться больше, наверное, личной инициативы для того, чтобы чего-то добиваться. Но ведь это же страшные перемены, да, то есть это действительно страшные перемены. Да. Вот, может быть, такой последний вопрос, так вот время эфира стремительно идет. К завершению, вот все-таки, поскольку ты ежедневно встречаешься с молодыми людьми и преподаешь им в том числе азы коммуникации, журналистики, вообще тебе самому много приходилось пересматривать вот в том, что ты говоришь, студентам с точки зрения профессии журналистов. Она изменилась, по крайней мере, и с технологией, и с тем, что сейчас для того, чтобы о чем-то сообщить, совсем не обязательно быть журналистом, да, достаточно оказаться в месте событий, быстренько что-то сфотографировать прямо на телефон, что-то еще написать. И вот тебе, не знаю, там мини-репортаж, заметочка. Да, вот в этом плане сильно изменилась профессия? Ну, я думаю, что это в некоторых... Можно даже, основываясь на некоторых примерах, сказать, что это просто другая профессия. Но столько же будет аргументов для того, чтобы утверждать, что от того, кто и как это делает, профессия абсолютно не изменилась. Но я услышал вопрос еще очень личное, то есть пришлось ли мне пересмотреть, можно сказать, даже убеждения, что ли, по поводу журналистики. Ну, думаю, что да, потому что та журналистика, какая... Да, я тебе рассказываю, ты в Советском Молодежье когда начал работать? В 90-м году, да. Ну да. То есть, наверное, журналистика была совсем другая, верно? И, конечно, некоторые вещи сегодня, ну, ни ты, ни я не стали бы делать однозначно совершенно. А если мы говорим о том, что как же эта профессия выглядит сегодня, ну, есть так называемые, их называют конвенциальные медиа. Вот мы сейчас на конвенциальном медиа, да. То есть здесь все примерно так же, как оно было... Классика. Да, со времен изобретения радио, по сути говоря. Да. А с другой стороны, если мы сейчас попробуем погуглить, у кого в Латвии фейсбучный конт с самым большим количеством последователей, причем многие слова многие люди даже не поймут. Я их плохо понимаю. Эти слова у меня нет нигде, да. То мы, наверное, увидим, что есть люди с количеством последователей, которые больше, чем тиражи у печатной прессы. Возможно, рейтинги у некоторых электронных медиа, кажется, меньше, чем количество последователей. А с экономической точки зрения оказалось, что так называемые инфлюенсеры, для них такое словечко обычно используют, они даже вообще-то у конвенциальных медиа, у которых реклама единственная глава, они забирают настолько серьезно... Они уже конкурировали с телевидением, иногда даже телевидение. И настолько серьезно... Отстает. И настолько серьезно эта конкуренция стала выглядеть, что ассоциация, по-русски она рекламная ассоциация Латвии, так называется, или ассоциация рекламы Латвии, она добивается изменения нормативных актов. И введения дигитального налога, да. И, видимо, об этом ты хотел сказать, да. Ну, конечно, потому что ведь конкурент, который работает без налога, забирает достаточно большой... Гугл, Фейсбук, да. Забирает большой сегмент рекламы, да. Поэтому инфлюенсер – это журналист, ну, не знаю, как ответить на этот вопрос. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет, найдутся аргументы, что да или нет. Он одновременный бизнесмен, он точно угадал эту нишу, да. Да. А более того, если вопрос поставить по-другому, есть еще понятие дигитальная пропасть. То есть я уверен, что часть слушателей сегодняшней передачи, нынешней передачи, пользуются абсолютно другими каналами получения информации, нежели члены их семьи. То есть есть люди, которые вообще не слушают радио, а есть люди, которые только в социальных сетях что-то получают, да. Причем если на радио есть, ну, конвенция – это вообще представление о том, что мы все о чем-то договорились, да. То есть мы договорились вот в определенном формате, мы договорились об определенном изложении информации и так далее, а инфлюенсер может этого не делать, да. У него нет никаких рамок. Да, абсолютно верно. То есть нехорошо мы сейчас инфлюенсеров как бы задвигаем в угол, да. Но я хочу сказать, что есть огромная разница в методах получения информации, и поэтому, возвращаясь к началу разговора, надо сказать, что сегодня мы все настолько по-разному воспринимаем мир, во всяком случае исходя из источников информации, что… Двести какого-то всеобщего единства фактически невозможно. Остается только признать, что мы разные. Да. И время эфира тоже не безграничное. Александр Мирин был в студии, большое спасибо. Спасибо вам.